Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории вам без цензуры, расскажет рокер Валащук. Прекрасный отель, наша фамилия Валащук, забронировала нас люкс-премьер. Мы же достойно самого лучшего, какие красивые люди. Понимает человек, что когда приезжают рок-звезды, все должно быть лучше для них. Это не курящие, если вы курите, курение разрезано на балкончике. Мы уже лет 20 как не курим. И два года как не пью. Потому что рокер должен вести здоровую жизнь. Сцена, фестиваль, концерты требуют здоровья. Это все правильно. Много здоровья. А терпение любая профессия требует. Ваш номер будет располагаться на 8 этаже. Прямо направо. Также номер полностью оба головы, все ожидают в вашем виде. И хотел бы уточнить, потребуется ли помощь с багажом? Потребуется ли нам помощь с багажом? Мы с радостью вам поможем. Если с радостью, то потребуется. Так, прекрасно. Какие прекрасные люди в Питере. А мне говорили, что тут гордые. Все просто охваченные. Прекрасные люди и красивые, главное. Надо переезжать в Питер. Тем более тут рассадник урока. Особенно панк урока. Тут всякие дистемперы. Шоколадные торты. Шары. Самый знаменитый Ленинград, конечно, Сергей Шморков. Тут они все, тут гнездятся. И красивые женщины. Вот он, заветный 808-й. Люкс Премьер называется. Это специально для рок-звезды Волощук СД. Они знали, что я приеду. Подготовились. Все тут убрали. Я надеюсь. Сейчас проверим. Что они для московских рок-звезд предлагают? Так, а ну-ка. А ну-ка, что тут Питер там приготовили? Так, 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 так. Ага, кухонь. Как будто есть, смотрю, чайничек. Даже хотят совратить меня, чтобы я распространял. Гляньте, вот мои любимые баунти. Все есть. Чайник, вода. Е-мое. Вот они. Вот, вот, вот. Вот это уже по-взрослому. Вот это я уже узнаю Газпром. Узнаю Газпром. Видите, приготовили все. Все приготовили. Фрукточки нарезали. Чтобы мы, как положено, отпраздновали приезд в северную столицу. В культурную столицу нашей Родины. Идем дальше. Так, это у нас такая столовая. О! А вот она и спаренка. С царской кроватью. Все как положено. Шкафчик. Пойду гляну на шкафчик. Вот. Просторно. Руки можно вешать. А то обычно возьмут тут, перерывки поставят, брюки не помещаются. Грамма по все. А. Все как положено. Есть куда носки класть. С носовыми платками. А теперь давайте измельчим. глянем на Финский залив. Тут есть даже балкончик. Жаль, что я бросил курить. Тут балкончик специально для перекура. Хороший. А вот, вот оно гнездо империализма. Вон оно. Вот где они прячутся. И налоги из Москвы куда увели? В Питер. Это мне напоминает Эйфелеву башню. Я-то раньше думал, честно говоря, я думал, что это радио антенна. Тогда же телевизора не было. Я думал, это радио антенна. А окажется, они ее просто построили для красоты. А теперь это самая главная достопримечательность Парижа. Так и здесь. Здесь же нет ни одного высотного здания. Питер он низкоэтажный. А этот торчит якобы как. Против него, помните, протестовали все. Тут целые были демонстрации. Потому что нарушит архитектурный облик. А я вам точно говорю. Пройдет немного времени, и это будет достопримечательностью Питера. Красивое здание. Реально красивое. Ну, во-первых, я расскажу вам о самом Питере. Снимем пару серий туристических. И попробую сочинить здесь пару рок-шедевров. Панковских. Тут же столица панк-рок. Панковские вещи. Так. Себе налью воды. А моей супруге шампанское. С вашего позволения. Раз нас так уважили, то и нам надо уважить их. Попробовать. Хорошее ли нам принесли сюда шампанское. Купцы Елисеевы. Первый раз такое вижу. Елисеевский магазин знаю. Поставщики царя были. Елисеевы. Это, наверное, они и есть. Сейчас попробую. Не потерял ли я навыки? Два года не пью. Помнят ли руки? Помнят. Руки все помнят. Голова уже забыла. Руки помнят. Я понюхаю. Вдохну запах. Потому что вино не характеризуется двумя вещами. Цветом, прозрачностью и запахом. Ну и вкусы, понятно. Четвертый. Пахнет хорошо. Потому что многие наши заводы русские делают шампанское, но дрожжами пахнет. Это неприятно пить. А это нет. Это не пахнет. Это пахнет шампанским. Елена Ивановна, прошу вас. Прошу. Давайте. За этот прекрасный город. И за прекрасный отдых. Ох, захмелею. Чувствую. Водичка в Питере хорошая. Особенно мне понравилось там. Вот мы вчера пили аквараша. Великолепная вода газированная. Но это тоже хорошо. Крепкая. Закусить надо. Закусить. Нектаринчики свеженькие, хорошие. Никогда. Всем рок-н-ролльщикам привет. Играйте хорошую музыку. Стильную главное. Разделите хэви метал от попсы и от шансона. Играйте либо то, либо другое, либо третье. Но не все вместе. И будете пить прекрасную воду. Со свежими нектаринами. В лахтоплазе. Хочу еще посмотреть, где есть тут холодильничек. Посудомой когда же есть. Здесь. С мусорной ведомой. Здесь просто эти. Холодильника не вижу. Штопор есть. Варядок. Вино будет чем открыт. Вот он. Морозилка. И холодильник. Все укомплектовано. Мини-бар. Все есть. Сможно. Обязательно хочу посмотреть главное место. в любом номере. Сам узел. Давайте глянем. Давайте глянем. Давайте глянем. А. Хитрость тут. Тут надо вставить вот эту штуковину. Иначе света не будет. Вот он. Поделайте. Ну что. В чесноте да не в обиде. Есть все. Умывальник. Унитаз. Ванна. Душ. А душ. Смотри, Егор, классный. Великолепный. Люблю такое. Это как дождь на тебя все льется. Нормально. Все четко. Ну все. Друзья. Товарищи. Коллеги. Рокеры. И любители рок-музыки. Мы начнем переодеваться. И развлекаться дальше. Всем рокерам. Привет. Пью за здоровье и процветание русского рока. Все будет хорошо. Не переживайте. Все будет хорошо. Не переживайте. Расскажу еще раз про эту ванну и душик. Первое. Наконец-то хоть в одной гостинице нашелся халат, который налазит на русского богатыря. Хотя не такой уж я и богатырь. Всего же нашел 110 кг. Но, как правило, пройдешь в отель, а там халат только, не знаю, не стягивается на моем мощном торсе. А здесь на лес. Видите, все хорошо. А вот все красиво, все классно сделано. Красота вообще. Но, когда моешься, вроде бы душ закрыли. А вода вся на полу. Ну, просто бред какой-то. Как это у них получается, я вам объясню. Они сделали уклон неправильный. Неправильный уклон сделали. То есть, стекло закрывает, но вода течет. Вот там по стене вот так вот обходит и вот сюда выливается на пол. Не продумали. Так все красиво, все хорошо. Вроде закрыто. Ты понимаешь, что вода вроде бы не бежит. Но это я вам как строительный эксперт с 30-летним стажем рассказываю. Какая здесь ошибочка. Обратный уклон и оно все сюда и выливается. Вроде бы красиво защитили, а вода все на полу. Сейчас придется выжимать. Так что не досмотрел товарищ Миллер при строительстве гостиницы для своих гостей. Не продумал, товарищ. Все о России думает. О том, как газ дороже продавать в Европу. Не знают только как Северный поток 2 достроить. Супостаты мешают. Не дают нам достроить Северный поток. Но я думаю, что добьем. Добьем и будем гнать туда газ наш, русский. Чтобы они там радовались жизни. Во всяких Германиях, Италиях и Голландиях. Вместе взятых. Сидим опять в ресторане Лахта отель. Ужин был великолепный. Завтрак. Надеемся, что тоже. Все вроде свежее. Самое интересное, конечно, стандартный набор продуктов. Такой же, как и в Репино. Омлет, сосиски, бекон, овощи, колбаска. Все тоже самое. Выпечка. Попробуем. Сравним, что лучше, что лучше. Завтрак закончен. Теперь можно его оценивать и сравнивать с Репино. Почему сравнивать? Потому что она практически идентичный набор продуктов. Первое. Все свежее. Что там, что тут. Овощи, те же самые. Перец, огурцы, помидоры. Свеженькие, великолепные, сочные. Все хорошо. Омлет здесь даже лучше, чем в Репино. Ну, там тоже прекрасный омлет. Бекон. Прожарен, но не пережарен. Так же, как и там. Хорошо, вкусно. А вот сосиски в Репино были вкуснее. Другой производитель, видать. Здесь не такие вкусные. Кофе. В Репино выбор кофе намного больше, чем здесь. Там автоматы более серьезные ставят. Но тоже кофе хорошо приготовлено. Все отлично. Все вкусно. Ну, вот так вкратце как-то. Единственное, что мне не понравилось. Выпечка. Она вроде бы не засохшая, но не свежая. Курассаны не хрустели. Вот так вот. А так все остальное прекрасно, вкусно. Обстановка великолепная. Очень достойно, вежливо. Все прекрасно. Спасибо, Лахтоплаза, за вкусный завтрак. Ну, и что еще не достойно, конечно, нашей монополии под названием «Газпром», которая принадлежит этой Лахтоплазе. Пакетированные соки. Даже в Турции в отставой. Свежевыжатые всегда. А здесь пакетированные. Вот это не годится никуда. Все хорошее когда-то кончается. И наш четырехдневный отпуск подошел к концу. Вот этот прекрасный отель мы покидаем с чувством благодарности. Лахтоплаза называется. Газпробовский отель. Все здесь было прекрасно. Номер, высший пилотаж. Вентиляция отличная. Постель от белоснежной. Меняют каждое утро. Завтраки в ресторане. Высший пилотаж. Свежевыжатые соки. Все хорошо. Кроме выпечки. Выпечка чуть-чуть. Не хрустит. Круассаны там всякие. А так все отлично. Что еще интересного здесь? Ну, вечерний ресторан тоже обалденный. Обслуживать великолепно. Он закрывается в 22.30. Но нам разрешили с друзьями сидеть до часу ночи. Поэтому отношение к публике, к клиентуре очень достойное. Поэтому спасибо этому отелю, этому ресторану и этому городу. Мы получили несказанное удовольствие от поездки. И выезжаем в Москву. Ну что ж, прощай район курортный. Престижный питерский район. Вкусно здесь было и комфортно. Но ждет нас питерский Газпром. Не сам Газпром, а Лахта Плаза. Отель, что сделали они? Всегда забит он до отказа. Но номер быстро нам нашли. Я понимаю их. Престижно. Чтоб побывал здесь Волощук. Рок-идол будущий. Подвижник стихов без мата. И худрук одноименной хард-рок группы. Только с приставкой SD. Поэтому нас дружелюбно встречали. Впрочем, как везде. Нам предоставили прекрасный номер, что с видом на залив. На шпиль Газпрома буржуазный. И на Тинькофф арену вид. В номере все есть для комфорта. Кровать, диван и кресло есть. Есть даже кухня с кофеваркой, если захочется поесть. И чтобы у нас воспоминания остались добрые о них. Встречали нас они с шампанским. Гостей известных, дорогих. На завтрак повели нас сразу. Хоть он закончился давно. Ни в чем нам не было отказа. Все было вкусно и свежо. Единственное, в чем прокол был. Там круассаны не хрустят. Но нам, кумирам рок-н-ролльным, к таким вещам не привыкать. А так все было чики-пуки. Не уронили в грязь лицо. Достойные, чтобы волощуки за них замолвили словцов. В отзывной книге. Чтоб начальство их похвалило наверху. Что угодили идеально здесь самому волощуку. Ну что ж, я слов не пожалею, когда мы будем уезжать. Если товарищи сумеют два дня нас так же ублажать. Из жизни русской профессуры. Из жизни докторов наук. Истории вам без цензуры. Расскажет рокер Волощу. Берем вкусное тоесть.